Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы смотрите программу «Власть и общество». Сегодня в нашей студии Наталья Ивановна Макиенко, начальник управления образования администрации Артемовского городского округа. Здравствуйте, Наталья Ивановна! Здравствуйте, Александр Иванович! Закончился учебный год и пора подводить итоги. Итоги, наверное, подводить еще рано, потому что у нас продолжается государственная итоговая аттестация, то есть обучающиеся 11-х и 9-х классов продолжают сдавать экзамены. Последний экзамен будет в конце, в первых числах июля, но, к сожалению, для тех, кто не преодолеет порог, то есть не сдаст по определенным причинам экзамены, то останутся они также, эти ребята, еще и на осень. Основная масса мы уже будем где-то, я думаю, а вот как вы говорите, подведем итоги ближе, наверное, к середине июля. Ну да, цыплят по осени считают. Наталья Ивановна, а много у нас на сегодняшний день, на сегодняшний момент тех, кто не сдал какой-либо предмет? Немного. Можно даже сказать, что этот год по сравнению с прошлым годом, он намного лучше. Мы, так скажем, этот порог преодолели почти в два раза у нас меньше тех, кто не сдал по сравнению с предыдущим годом. И я надеюсь, что большинство ребят это все сдадут в резервные сроки, и на осень у нас практически никого не будет. В этом году у нас выпускается более 500 выпускников, это 11 класс, и почти около 1200 это учащиеся, которые закончили у нас 9 класс. Многие из них пойдут учиться дальше, но кое-кто после 9 класса перейдет в другое учебное заведение, либо поступит на работу. Ежегодно у нас так происходит, около 50% ребят остаются для обучения в 10 и в 11 класс. 50 вы говорите, да? Да, около 50% ребят у нас остаются для обучения и идут в 10 и 11 класс, а остальные, как вы правильно сказали, идут обучаться в среднепрофессиональное учебное заведение. Если взять обычную среднюю школу и, предположим, там 2 9 класса, то в 10 класс перейдет только один. Это, в принципе, происходит не только в городе Артеме, мы проводили такой анализ. То есть обычная статистика? Да, это обычная статистика. Почему это так складывается? Ну, во-первых, на сегодняшний день идет большая агитация поступления ребят на рабочие специальности, это первый момент. И второй момент, можно всегда получить высшее образование, когда ты имеешь среднее специальное. Это, наверное, на мой взгляд, даже правильнее, чем учиться 10-11 классов и потом в последующем быть разочарованным и не получить конкретную профессию. Ну, то есть получая рабочую специальность, после 9 класса человек ничего не проигрывает, а наоборот выигрывает. Наоборот выигрывает, потому что у него уже есть и практический, и теоретический опыт, и он уже понимает, куда ему двигаться дальше. Из-за ковидных ограничений несколько лет не проводились выпускные школы. То есть они проводились, но в каком-то урезанном формате. В прошлом году все как бы наладилось, и ребята, как обычно, простились со школой. А как будет в этом году, в 2023? 2023 год, он действительно будет, как и ранее. Пройдут выпускные и выдача аттестатов у нас по школам. Это все у нас единый, так скажем, день, 23 июня. Затем мы уже по сложившейся традиции, все выпускники собираются на торжественную линейку, которая у нас пройдет на мемориале. И мы хотим сделать торжественное чествование наших выпускников на Придворцовой площади. А затем они уже разъезжаются по своим мероприятиям внешкольным. Понятно, что в каждой школе своя собственная программа. А на городском выпускном, который будет проводиться на Придворцовой площади, там что в программе? Там в программе будет, как я уже сказала, чествование каждого класса, который у нас выпускается. Будет небольшая творческая программа, которая подготовлена самими выпускниками. Но и мы подготовили им маленький сюрприз. А также будет танцевальная программа. Сюрприз, о котором вы нам не расскажете пока. Почти все выпускники считают, что выпускной для них это самый грустный и одновременно самый торжественный праздник. Но как только они заканчиваются, я имею в виду праздники, ребята тут же во всем забывают. Такова реальность. Что бы вы хотели пожелать выпускникам, напутствовать их, какими словами? Я бы хотела пожелать им исполнения всего задуманного. Потому что действительно выпускники 11 класса это та категория молодых людей, которая должна получить, на мой взгляд, высшее образование. Они для этого и заканчивали 11 классов. Хочу пожелать, чтобы они стали достойными гражданами нашей России, нашего края. И обязательно вернулись жить и работать в город Артем. И еще хочу пожелать, чтобы каждый стал счастливым в личной жизни. Давайте вернемся к нашим рабочим будням. Летний отдых и работа учащихся. Как все это организовано? Летний отдых у нас идет традиционно. В каждой школе организована пришкольная площадка. А также в учреждениях, которые занимаются образовательной деятельностью, также есть эти площадки. Смены, которые организованы, они профильные. Они либо экологической направленности, либо патриотической направленности. И особенность этого летнего отдыха, то, что он организован не только для детей, включающих начальную школу, но и также ребят-старшеклассников. Так называемые умные каникулы. У нас есть профильные смены, которые собирают детей с различных школ. Это и профильная смена, где ребята могут подготовиться и подтянуться по учебе. Подготовиться в дальнейшем, если они считают, к итоговой государственной аттестации. На базе 19-й школы у нас организована профильная медицинская смена. То есть это для тех ребят, которые в будущем будут учиться в этой школе в медицинском классе. Также организовано трудоустройство у нас через центр занятости. Выделяются рабочие места непосредственно работодателями. И также организованы рабочие места в учебных заведениях, то есть в школах. Ребята оказывают содействие в проведении ремонтных работ, благоустройстве территории. То есть именно там, где они учатся. А старшеклассники будут привлекаться на ремонтные работы в школе? Именно на ремонтные работы. Это как бы отдельная категория вида работ. Они не будут. Здесь работают специалисты. В Государственную Думу недавно был внесен законопроект о трудовом воспитании учащихся. Это не только уроки труда и технологии, но и еще общественно полезный труд. У нас этот вопрос уже рассматривался на уровне Приморского края. В принципе, наверное, отрадно и для школы непосредственно самой, и для ребят и их родителей, что действительно это вводится. Если ранее мы могли пригласить ребят на субботник, либо на благоустройство территории, либо что-то сделать в школе только с согласия родителей, то сейчас эта мера отменяется в рамках федерального закона, и они все непосредственно будут активными участниками в трудовой деятельности. Но, на мой взгляд, это хорошо, потому что если человек не привык трудиться, то ему будет в дальнейшем как-то выстраивать свою жизнь будет достаточно трудно. Это первое. А второе, когда ребята работают на субботнике, либо что-то делают на благо школы, я думаю, что это прежде всего работа в команде, и человек уже учится трудиться в коллективе. То есть, на мой взгляд, это очень-очень важно. Наверное, многие родители также со мной согласятся, потому что даже, как мы раньше говорили, отработать определенные часы в школе, это же и занятость, и организация досуга наших несовершеннолетних. То есть, они, может быть, даже будут больше относиться с пониманием того, что делается на их благо. Примером является то, что на сегодняшний день в городе делается очень много для благоустройства наших жителей, создаются скверы, площадки для детей. И, тем не менее, наши несовершеннолетние не могут этим пользоваться. То есть, они рушат, крушат. Но не все, конечно. А если это будет, все-таки они привлечены к трудовой деятельности, ну, наверное, поймут, что это не просто достается. И навыки будут приобретаться где-то, как вы говорите, может, не на ремонтных работах, но, тем не менее, песок замесить, там, помыть что-то. То есть, они уже будут это все понимать. Наталья Ивановна, давайте оставим ребят на каникулах, пусть они отдыхают, работают, набираются силы, потом с новыми навыками и знаниями приходят 1 сентября за парты. В чем особенности будущего учебного года? Есть ли они? Да, есть особенности. Если ранее мы, наверное, очень много слышали о том, что должна быть профильность, не обязательно изучение многих предметов, особенно, естественно, научного цикла, то, начиная с нового учебного года, все возвращается. То есть, обязательным изучением весь набор предметов, который был и в нашей школе. Это и физика обязательно станет, и химия, и биология, и так далее. То есть, если это ранее исключалось, да, и многие, и родители возмущались, и ученики, то сейчас это все возвращается. И, кроме этого, в старших классах будет обязательно углубленное изучение двух предметов. Предметов на выбор? Предметов на выбор. Все будет зависеть от того... В виде факультатива будет? Это будет обычный курс, то есть, здесь будет проведен мониторинг педагогических кадров, то есть, если, допустим, есть в школе математики соответствующей категории, то, пожалуйста, будет углубленное изучение математики. То есть, углубленные предметы будут определяться, естественно, прежде всего, опираясь на педагогические кадры. И второй момент – это будет то, что будет проведен мониторинг среди ребят, и какие у них будут потребности, то и будет определены тот либо иной предмет. А мне не учеников выручить? Я и говорю, что да, будет проведен мониторинг. Хорошо, Наталья Ивановна, тогда давайте разъясним. Предположим, мы с вами учимся в одном классе, и вы хотите углубленно заниматься математикой, а я, допустим, хочу заниматься другим предметом, предположим, географией или историей. Как нам быть? Здесь несколько вариантов. Тут уже будут зависеть непосредственно от образовательного учреждения. Либо вы будете заниматься по индивидуальному учебному плану, что это тоже допустимо. Либо вам могут предложить другую школу, где этот будет предмет, то есть вы можете перейти. Но вообще будут, конечно, определяться по большинству голосов. То есть, естественно, всем, если, как вы говорите, я хочу математикой, тот русским и так далее. Ну, такое, конечно, практически невозможно. Сейчас большое внимание уделяется школьным общественным организациям. Их очень много. Это юнармия, это экологические, это какие-то волонтерские организации. Но нет единого связующего звена, насколько я знаю. Что-то в этом плане будет делаться в образовательной школе? Конечно. И не только на уровне общеобразовательных учреждений. Это будет происходить на уровне, так скажем, молодежи, начиная от 8 и до 35 лет. Есть закон уже, федеральный закон о том, что практически в каждом уже субъекте есть такое движение, как российское движение детей и молодежи, движение первых. Я хочу отметить, что у нас во всех школах уже созданы первички. И вот именно это движение, как вы и сказали, объединяет все направления, которые есть в молодежной среде. Это и спорт, и культура, и творчество, и волонтерство, и наука, и так далее. То есть это будет единая площадка, где вы можете выбрать любую, так скажем, деятельность по тому направлению, которое для вас интересно. Но, тем не менее, вы все это будете делать едино и командно. Это будет по всем школам города? Это не только будет по школам, это также будет и по учреждениям, которые относятся, среднее у нас учреждение среднепрофессионально, а также это может быть и создано на уровне общественных организаций. То есть это не только зациклено на школах. Это включая всю, так скажем, всех детей и молодежь. Всю систему образования? Да. Есть ли планы по улучшению материально-технического обеспечения школы? Да, есть планы. Подготовлено достаточно много проектно-сметной документации на детские сады, на школы. И мы готовы эту проектную документацию подать на рассмотрение для участия в программах федерального уровня, а также и в программах краевого уровня. Но это будет известно уже где-то ближе, наверное, к сентябрю этого года, кто куда попадет. А так у нас подготовлено достаточно большое количество объектов. Ну что это? Это точки роста? Это медицинский класс, как в 19-й школе? Или что это будет? Хотя бы на михнике? Это, ну если говорить по детским садам, то есть если, конечно, будут выделены денежные средства, это будет выполняться капитальный ремонт. Ну, например, где-то необходимо починить кровлю, отопление, заменить окна. Да, это важно. А по школам мы в этом году подготовлены таким образом, что мы готовы сделать, так скажем, учреждение под ключ. То есть у нас подготовлены документы на благоустройство территории, а также на капитальный ремонт всего здания. Надеюсь, нам повезет и, может быть, на следующий год, ну, по крайней мере, 3-4 школы у нас войдут в эти проекты. А я вот не надеюсь, я твердо уверен, что нам повезет, и все ваши планы воплотятся в жизнь. Когда власть и общество находят точки соприкосновения, точки взаимопонимания, тогда все получается. Это была Наталья Ивановна Макиенко, начальник управления образования администрации Артемовского городского округа. А я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания, до новых встреч в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok